Это была скульптурная модель. Другие скульпторы, менее значительные, чем Тутмос, приходили в его мастерскую. Царица не позировала всем. Я покажу несколько буквально кадров. Это промежуточные модели. То есть, с лица царицы была снята маска. Вот эта промежуточная модель уже из известняка. Скульптор делает основу для будущего портрета. Здесь очень много пометок, что убрать, что сделать, что соотнести. То есть, это абсолютно рабочая форма скульптора. Теперь мы видим ее же в профиль. И теперь я вам покажу соотношение второй промежуточной работы с великим памятником. Есть разница. И тот, и тот очень хороши. Но посмотрите, как меняется форма губ, как меняется немножко на ком подбородка, как меняется форма носа. Конечно, тот памятник, который мы видим слева, он куда более впечатляет, чем промежуточная версия, которая осталась среди неизвершенных работ скульптора Тутмоса. Царица, естественно, утверждала свою главную скульптурную модель. И попросила сделать такое легкое изменение лица, чтобы соответствовать, как она видела свой образ.